Девятый этаж Девятый этаж, правильно? На девятом этаже старую мебель. Кто-то ему подбросил. Вчера такого не было. По его рассказам, правильно? Да. Не было. Представьте, кстати, пожалуйста. Парень Петр. Парень Петр. Этот чудесный парень Петр. Стояв пять минут в подъезде, он не обнаружил владельца этой мебели, старой мебели. И он решил позвонить сразу же нам. Правильно? Да. Мы незамедлительно со своей группой примчались ему на помощь. Мы не можем остаться равнодушными в этой ситуации. Смотрите, я сейчас вам все покажу. Вы сейчас все увидите своими глазами. Давайте, пошлите. Вот мой этаж. Вот эта мебель. Вчера ее, вот именно ее не было. Есть подозрения, и я более тем уверена. Это мой сосед с соседнего подъезда. Это он мне придет сюда вот эту, вот эту мебель. А он тоже с девятого этажа, или он с первого, с какого этажа он? Он с девятого. Тоже с девятого этажа. У вас есть подозрение, да? Да. Что он вам притащил. У него какие-то личные счеты к вам или личная неприязнь? Что вы подозреваете? Нет. Он вечно ко мне придирается, что у меня красивая футболка висит, сушится. А, у вас соседние балконы, да? Да. Соседние балконы. А, это мне 100% его. Да, это 100% он мне сюда припер вот эту мебель. Свою старую мебель. Выкинул прям вам на пятый этаж, да? Да. Может, вы слышали какие-то звуки? Да, я утром слышала его голос. Точно его голос сразу говорю. Точно его голос, да? Да, давайте проведем собственное расследование и начнем с первого этажа вашего подъезда. А потом, собственно, и поднимемся к вашему недоброжелателю, который вам устроил неприятную ситуацию сегодня с самого утра. Давайте. Все, давайте спустимся на первый этаж к вашим соседям. Сейчас мы, собственно, и поднимемся к вашему соседу. Здесь он живет, да? Да. Все, пошлите к нему, разберемся. Так, к сожалению, у него закрыто. Он как знал, что он придет. Да, он закрыт. И закрылся на замок. К нему, к сожалению, не попасть. Нет, как вообще. А я... Пропустите, пожалуйста. Вот, он закрылся. На замок. Прочно закрылся. К нему не... Мы с парнем Петром и с нашей съемочной группой спрячемся в этой старой мебели и будем поджидать соседа. Или поздно он объявится, и мы дадим о себе знать. Все, мы пошли прятаться в мебели. Старой мебели добавлю. Правильно, парень Петр? Да. Пожелайте нам удачи. Держите за нас кулачки. Держите за нас кулачки.